Девушки отдыхают Если ум более-менее адекватно воспринимал все происходящее, то с возрастом страх того дня нарастает все больше. Есть у нас в городе заброшенный дом. Думаю, как в сотнях других городов нашей страны. Истории не знаю, но если грубо, это должен быть элитный жилой дом с очень масштабными квартирами нетипичной планировки. Семь этажей построено, значит восьмой. На этом работы прекратились. Почему? Никто не знает. А если и знают, то предпочитают молчать. Так и стоит тот безжизненный пустой дом, который, впрочем, стал излюбленным местом не только местной шпаны, но и школьников. От мала до велика. Любили и мы там с детства в прятки играть. Тут не поспоришь. Масштабы поражали. Если компания была маленькой, играли на одном этаже. Если большой, по всему зданию. А какой вид открывался с последнего этажа? Словами не передать. Во время очередной игры, мы с лучшим другом решили спрятаться на первом этаже. Быстренько спустились. Стали искать место поукромнее. И если Серега спрятался в одной из пустых комнат, меня же понесло еще дальше. Я увидел лестницу, ведущую вниз. Хотя и излазили все здание сверху донизу. Но этот спуск я видел впервые. Может, видел, да забыл. Промелькнуло в голове. Начал аккуратно спускаться. И чем дальше заходил, тем яснее понимал, даже еще своей детской головой, И это не подвал. То помещение было больше похоже на квартиру, что ли. Убежище. Некое подобие мебели было расставлено хаотично. Какие-то старые тряпки накрывали мебель. На грани видимости стоял огромный стол, который наверняка килограмм двести весил. Я включил фонарик. Стал освещать стены. Старые. С трещинами. Серые. И все в каких-то красно-бордовых пятнах. Честно говоря, особого желания выяснять природу их происхождения не было. Дошел до стола. Который, кстати, был мне практически до шеи. И если стены были в пятнах, то стол прямо-таки целиком был красно-бордового цвета. Я решил тогда, что это краска. Тут за спиной я услышал шаги. Неужели и Серега спустился? Я обернулся. Свет моего фонаря выхватил огромных размеров фигуру, стоящую практически у самой лестницы. Фигура была далеко, но кое-что я смог разглядеть. Оно явно не человек. Высотой почти под потолок. Метра два с половиной минимум. Волосы на голове свалялись. Однако само существо было крайне худым. В лапе. Именно лапе оно держало нечто острое, похожее на нож или огромные ножницы. Во второй руке был зажат старый грязный мешок, в котором явно что-то лежало. Я замер на месте. Оно же стало двигаться в мою сторону. Неожиданно сверху раздался крик. Серега, я тебя вижу. Голос был звонкий и радостный, кричала Катя, которая выпала роль водящей. Существо Существо же отвернулось и закинуло мешок куда-то вглубь комнаты и рвануло наверх. За ним побежала я, ведь иного выхода из подвала не было. Сердце колотилось бешено, но, наконец, я увидел солнечный свет. Поднявшись, я чуть не споткнулся о Серегу, который вышел из укрытия и не мог понять, где же Катя, которая его нашла. Я дернул его за рукав. Наверное, на моем лице было написано все, ведь он без разговоров побежал следом. Остановились мы только тогда, когда проклятая стройка не скрылась из виду. Позже я ему все объяснил, но это не главное. Главное то, что Катя так и не вернулась домой. Ее искали недели, месяцы. Прочесали все здания, весь город, ничего. Тогда девочка своим криком сама того не понимая, спасла меня, но обрекла себя. Субтитры создавал DimaTorzok